Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас будет очень волшебное видео. С покупкой снежного единорога, так что поустраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали. Как видите, мой персонаж очень любит очень светло-серых лошадей, ну и так как это привязка к барбеж из лошадьства Пегаса, она любит пегасов и единорогов. До этого у меня был андалуз, потом фриз с уздечкой рогом, ну а сейчас у нее появится настоящий единорог, зимний единорог на основе модельки Пасафина. Так что мы отправляемся в деревушку Санты и будем покупать нам этого снежного красавчика. Как и все магические зимние лошади, они продаются около домика Санты, вот здесь вот стоит наш красавец, просто посмотрите. Во-первых, это лошадка с таким раздвоенным копытом, бородкой, в кои-таки веки появилась бородка. И смотрите, какие искры волшебства у него в гриве, на роге и такие же есть, по-моему, на кончике хвоста. Правда, Пасафина намного ниже вот этого фриза, но волшебство, мне кажется, от него веется еще больше, чем от просто фриза с уздечкой в виде рога. Да, вот на кончике хвоста есть блесточки, очень красивое создание получилось. Единорогов на самом деле спойлерили нам намного-много раньше, несколько лет назад, но тогда их вроде бы как хотели или думали делать на модельке Лузитана. Но в итоге спойлер-то спойлером и оказался, но ничего не вышло и единорогов Лузитан не было. Зато и появился вот этот Пасафина, он мне очень сильно нравится в своем магическом виде. И они смотрятся с Саникой, прям до безумства. Я еще ей ушки эльфийские вот эти вот купила, у нее и образ теперь такой весь волшебный и чудесательный, не знаю, как еще сказать. Так что давайте уже покупать, уже просто не могу, не могу. Как хорошо, что до этого я несколько раз оплачивала ей Старрайдер, и у нее немножко накопились денежки, и они у нее остались. Единорог Сильван, стоимость 950 Старкоинсов, так же как и обычная Пасафина. Характеристики Сила 4, Дисциплина 2, Скорость 0, Выносливость 1 и Гибкость 0. Даже, если честно, я даже и сразу не заметила, что он в обычном сером виде сильно отличается от магического. Конечно же, анимации и аллюры все такие же, как у Пасафина, но из-за того, что он единорог, они выглядят еще более прекрасными. Я бы, кстати, в прическах добавила ему бы возможность менять хвост. Да, и мы знаем, что магических лошадей нельзя стричь, заплетать, почему-то, хотя это очень грустно. Но для него бы я сделала исключение в виде такого длинного изящного хвоста с кисточкой на конце. Это будет бессмертный жеребец, хрустальный алмаз. Но, как всегда, окончания у нас в игре отсутствуют нормального вида. Так что, просто благодаря пометочке о том, что это жеребец, мы будем знать, что это хрустальный алмаз. Какой же ты красивый! Я не могу глазки голубые. Такой весь светленький. Просто светло-светло-светлый. Красивый ты какой! Ну все, сейчас мы поедем в конюшеньку и будем уже смотреть и щупать это снежное счастье. Но прежде я хочу купить этому единорогу еще друга Сарию. Такая волшебная совушка, тоже зимняя, у которой светятся глазки. Стоит она 350 старкоинцев. И вот, пожалуй, это единственный питомец, который будет специально покупаться на данный аккаунт. Просто потому, что, ну, вы посмотрите, какой он волшебный. Плюс он будет исключительно для единорога. Я считаю, это как бы идеальный друг из одной заснеженной локации. Конюшни исключительно светло-серых лошадей. Половина из которых единороги. Так сортируем. Сортируем их, потому что сейчас основной лошадью у нас станет вот этот волшебный пасафина. Убираем зиму, так как она немножко изменяет масти, кружит их. О, привет, мой хороший. Какой ты, замечательный. Так, так, боже мой. Единорог. Наконец-то, спустя столько лет в игре появился нормальный, ну, точнее, стопроцентный единорог. Не благодаря уздечке, не благодаря чему-то еще. А еще, учитывая то, что это пасафина, я могу, наконец-то, надеть на него амуницию, которую купил еще во время дня рождения Старстейбл. И так как у меня лошадей мало, этот вальтрап и седло больше... Так, стоп, куда седло делось? Дружок, верни седло, где седло? Опять глюк. Иногда бывает, что вот так пытаешься одеть седло, а оно не одевается. О, все. Вот, вообще, новый вот этот вальтрап, новое выстоковое седло, уздечки. У меня это ни на ком не отображается. А теперь оно... О, тише, тише. Оно не на ком не отображается, но теперь оно все есть. Этот есть все. Я специально этот комплект покупала, зная, что, ну, должна будет выйти какая-то шикарная магическая лошадь светло-серая в будущем. Ну, или просто не магик, на который и пойдет данный комплект. И я не прогадала. Буквально несколько месяцев подождать нужно было. И солнышко тоже теперь с нами. Ох, как вы, хвостом-то махайте, господа. Очень интересная. Она иногда выглядит как будто... Наверное, я бы сказала, как будто пластиковая какая-то статуэтка. Но в темноте она же... У нее же тоже что-то светится. Глаза, перья. Как у единорога, рока и грива. По-моему, с копытцами. Вот так вот он выглядит в обычном своем виде. С светло-серой. Даже, я бы сказала, с... Ну, такой светло-серой в гречечку. Я думала, он чистенький будет, беленький. А нет, смотрите, мы гречечку имеем у себя на крупе, на груди, по-моему, на спине. Ну что ж, это даже хорошо, потому что чисто такие вот светлые масти у нас уже были. А тут вот такое вот некое разбавление. Это даже к лучшему. А теперь давайте посмотрим как раз на его возможности в темноте. Как уже светится данный конь и данный питомец. То есть только в самом позднем вечере мы увидим магию. У него начинает блестеть конец гривы, кончик хвоста и около копытц немножко тоже эффект такой снежных блесточек. А у совы глазки, по-моему, только светятся. Так, вот копытца, да, хвостик, грива, рог. По-моему, больше ничего у него не светится. Но очень красиво и можно делать вот такие вот шикарные, просто волшебные кадры. Смотрится персонаж теперь просто супер. Я и не предполагала пару лет назад, что Аника, точнее Эрика, которая вообще получит некое продолжение. Правда, у нее до сих пор нету лайфа, пока он упущен. Надеюсь, когда-нибудь он все-таки у нее появится. Но то, что у нее уже будет там и одежда, и некий стиль, образ, питомец, единорог настоящий, это уже просто волшебство выше крыши. Вот прям сияет кончик рога. Так красиво. Очень классно, очень классно. Я очень довольна данной покупкой, вообще не жалею и очень рада, что мне не пришлось даже покупать АСКА, что они были в запасе. Я их не тратила просто так на там одежду какую-нибудь, на еще что-то. А копила, держала при себе. А у Солушки еще, по-моему, лапки. Да, у нее еще лапки светятся, когти. Но я думала, что у нее перышки будут еще отдавать, но я что-то не вижу. Так что вот такая вот вышла сегодня волшебная, опять же, покупочка коня и питомца для не менее волшебного персонажа. И спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, пишите комментарии, кто еще себе купил такого единорожка, пока и была зимняя деревушка. Ну а на этом все. И я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам. Ну и до встречи в следующем видео. Субтитры подогнал «Симон»!